Дневной рубеж Практически сразу говорили о том, что это, скорее всего, нацистское оружие Но сейчас установлен тип, потому что и кадры представлены Следственным комитетом Работа экспертов на месте Обломки ракет обнаружены в нескольких километрах Осматривали место происшествия Это район Лепцы, о чем изначально говорили в Минобороны Подтверждено, что это зенитно-ракетный комплекс Чтобы было два выстрела, две ракеты прилетели Нашли маркировки на остатках обломков носителей И обнаружено кодовое обозначение Министерства обороны США Ну, там много цифр, много букв В том числе есть упоминание надписи о том, что это система Patriot В том числе продукция компании Martin Marietta Martin Marietta это старая достаточно американская компания Которая с начала 20 века занималась выпуском самолетов Потом перешла к выпуску ракет Потом была поглощена Lockheed Martin Выделение было в отдельные предприятия И занимается созданием и выпуском ракетных систем Кодовые обозначения указывают на однозначную принадлежность Американских производителей к тому оружию Которое уничтожило российский Ил-76 с украинскими военнопленными Далее упоминает Следственный комитет Массу действий экспертов Массу экспертиз Смыва объектов Следы гексогена В том числе пропорции, которые указывают на взрывчатку Иностранного производства И упоминает точное название MIMS-104A Комплекс Патриот США Разработка которого принадлежит корпорация Ротеон Конечно, надо обратить внимание Что до сих пор реакции, внятные на Западе, нет Насчет этого теракта На Украине продолжают мусолить историю С тем, что вообще никаких пленных не было Потому что останков нет И так далее Делая вид, что это все было подстроено Странно, конечно, в этом смысле предполагать Как указывают эксперты О чем они думали Что не останется следов Не останется обломков ракет Которые укажут на следы преступления Ну, в принципе, в Кремле сегодня сказали Что Запад уходит от участия в расследовании катастрофы Ил-76 Боясь в результате выйти на самого себя Хотя приглашение принять участие в расследовании Они звучали Кстати, если вспомнить, и Зеленский Требовал в буквальном смысле Международного расследования Правда, один раз А потом замолчала полная тишина из Киева Мария Захарова сегодня заявила Что граждане США должны знать На что идут их деньги Байден и команда сделала американцев Соучастниками кровавой трагедии На самом деле все верно Потому что Раз это были патриоты То там с высокой долей вероятности Были американцы Потому что неоднократно говорили Что без их участия Без натовских, по крайней мере, специалистов Эти комплексы не используют И не применяют на Украине В составе экипажей Ну, уклончиво так это называли Присутствуют инструкторы западные А по факту натовские военные Буквально накануне Говорил о присутствии Американском следе В этом теракте Владимир Путин Можем напомнить Зачем они это сделали Я не знаю Можно еще представить себе Зачем они обстреливают мирные города Там несколько целей Отвлечь внимание собственного населения И спонсоров от провалов В рамках так называемого контрнаступления Показать, что они что-то могут Спровоцировать нас на ответные зеркальные действия Для ударов по гражданским и мирным целям На территории самой Украины Самолет сбит Это уже установлено точно На американской системе Патриот Это уже экспертиза установила Это первое Второе Украинские власти там где-то Обронили фразу Что хотели бы провести международное расследование Мы просим об этом И настаиваем на том Чтобы было проведено международное расследование Желающих из международных организаций нет Вот я официально пользуюсь случаем Официально говорю Мы просим прислать международных экспертов И провести этот анализ Оценить имеющиеся вещественные доказательства Того, что самолет сбит Системой Патриот И с конкретного места И в конкретное время С территории подконтрольной украинской власти Международные эксперты пока не спешат Тут еще, наверное, важно обратить внимание Чтобы, несомненно, будут новые данные Потому что раз присутствуют подробные маркировки Вплоть до цифры и буквы А эти кодировки позволяют указать На точную принадлежность Того или иного боеприпаса Вплоть до полигона На котором он испытывался Естественно, часть, в которой он дислоцировался Где они были произведены Это все можно установить путем экспертизы Но, что важно, в результате событий Трагических, безусловно Удалось сохранить все-таки процедуру обмена пленными Хотя она была, безусловно, под угрозой Потому что были ведь версии Что, в конце концов, срыв этой процедуры Выгоден Киеву Ну, хотя бы потому, что Российские военнопленные Бывшие теперь уже, если их освобождать Могут рассказывать много неприятного Для киевского режима и для Запада А украинские пленные могут много рассказать Вернее, не смогут рассказать ничего плохого Про российские плены Их никто там не пытал Никто их не уничтожал Кстати, когда смотришь кадры Мы их показывать не будем У них тоже освещали это событие Они почему-то преувеличивают количество своих Освобожденных Тех, кто вернулся Наши Минобороны дают 195 на 195 Точную цифру Но Украине почему-то приводят цифру 207 Возможно, с целью просто показать Что, вот, смотрите, мы вернули больше Чем России отдали В чем тут попытка какие-то рекорды устанавливать Совершенно непонятно Но вот зачем-то они это делают Ну и когда они это показывают Естественно, там и снова бандеровские лозунги От этих военнопленных Теперь уже бывших звучат В общем, все максимально по-украински выглядит По-бандеровски, скажем так Но главное, что наши бойцы вернулись домой 195 человек было освобождено И что эта процедура продолжается Об этом, кстати, тоже Путин говорил Остановят это или нет обмены Мы не будем остановить обмены Нам своих ребят надо забрать Но соотношение людей, которые находятся в России Наших ребят, которые находятся на Украине Не знаю, сейчас Один в десяти Наши даже больше У нас тысяча У них несколько десятков Вот Сознание же Вот Но мы все равно своих ребят будем забирать Если украинская СРАН, опять же Мы готовы Они нам все время дают сигнал о том, что готовы Ну готовы, пожалуйста Это их делать Как поступать с их военнослужащим Ну и, наверное, можно показать сейчас и кадры Возвращение наших бойцов Которые обнародовало Министерство обороны Процедура с учетом теракта с Ил-76 была непростой Благодаря во многом это случилось Посредничество Объединенных Арабских Эмиратов Наше Министерство странных дел Благодарило Ближневосточное государство За посреднические усилия При согласовании В проведении Этого обмена Потому что, как я напомню Были все-таки опасения, что Киев сорвет И Успех Ну сейчас давайте послушаем ребят наших Тут же из автобусов звонят своим близким У всех была возможность пообщаться Сказать, что они вернулись домой 31 января Наконец-то поменялись Вернулись домой Неделю назад пытались тоже поменять Но обмен не состоялся Вернулись Сейчас рады Надеемся быстрее попасть домой Алло, привет, мам, это я Да, да, да Нас сегодня обменяли, короче, мы в России убили Да, вот только-только Как у вас дела? Давай-давай, ладно, все, все, не плачь Давай, все нормально Все, давай, целую, пока, давай Ну опять же, если посмотреть, как Украина со своей стороны все это представляла Они там опять какие-то рекорды пытаются поставить С табличками приезжала вот эта вот колонна Забирать военнопленных И передавать их там дальше по цепочке С цифрой с большой, там, около двух тысяч Это те, кого они вернули Поменяли после вот этого обмена Табличку на три тысячи с чем-то И обещают возвращать Всех остальных и каждого Даже Зеленский с этим заявлением выступил Опять промолчав Про Ил-76 И, кстати, про историю с заложенным Полная тишина Об этом еще поговорим Но напомним, что и накануне наш президент напоминал Говорил о том, что цифры тех по количеству российских военнослужащих и украинских Они кардинально разные В разы отличаются по количеству Их пленных у нас гораздо больше Возвращать придется очень много Ну и раз уж мы вспоминали сегодня встречу с доверенными лицами Путина И заявление по самолету Надо напомнить его призыв к бизнесу в том числе К компаниям, к российским Активнее заходить в новые регионы России Совещание по их развитию было накануне Постепенно восстанавливается экономика В том числе промышленность, индустрия Возобновили работу свыше полутора сотен предприятий машиностроения Металлургии, горнодобычи Других важнейших отраслей всех этих регионов Налажена поддержка аграриев Действуют банки и магазины Что касается банков То просил бы обратить внимание наших коллег Они нас услышат наверняка Нужно Бояться нечего Все и так То чего боялись раньше санкции Все уже случилось Что бояться-то Надо заходить на эти территории Активнее работать там Ну кстати призыв напоминает кое-что Они уже звучали эти призывы К тем же банкирам Много лет Ну как много Несколько лет назад Помните времена Когда банкиры стеснительно так не заходили в Крым Когда Крым уже вернулся в Россию Начались все эти санкционные истории Они вот как бы рассчитывали усидеть банкиры Лишь некоторые осмеливались Кстати там и касательно мобильной связи Это все было В банках особенно Рассчитываться карточками было сложно в Крыму Хотя как бы полуостров жил полноценной в принципе жизнью Но часть инфраструктуры была ограничена Из-за того что некоторые компании вот так вот стеснялись В том числе кстати Многие поставщики различных товаров Тоже боялись что их накажут Ну вот дошло до ситуации Когда уже наконец действительно терять-то нечего В конце концов заходите Не только уже в Крым пора заходить Но и в новые регионы Ну а что касается специальной военной операции Сегодня Рея Новости публикует интересные материалы На Украине как сообщают Нашли следы деятельности черных трансплантологов Давно на освобожденных территориях Нам попали в руки довольно интересные документы Которые свидетельствуют о том Что трансплантация органов в Украине Была поставлена на поток Самыми первыми доранами являлись солдаты ВСУ Каждый ВСУшник Когда проходил медкомиссию Якобы заполнял вот такой документ Это документ согласия о трансплантации органов На него полностью заводилось личное дело Чтобы при обнаружении При ранении этого человека Можно было понять Какой орган можно изъять И какому рецепенту он подойдет Солдата тут стоит одного года Тут все люди по сути из одного подразделения По факту солдаты и не знали Что они дали согласия Потому что Как мы видим На всех документах Вот такой штамп Это даже не подпись Это именно Ну как печать Это служило определенным сигналом Для того, что да С этого человека можно что-то взять Он является здоровым Может подойти под Многие критерии по органам Таким способом Регализовывался черный рынок Продажи органов на Украине В городской больнице На территории Морда Во время боевых действий Свозили раненые больцы в СОУ Частично были удалены С этих людей органы Потом тела сплавировались И до конца уже утилизировались Но по непосредственно Вскрытой решении Можно было определить Отсутствие органов И можно даже было определить Живой человек был еще при скрытии Также на территории Этой же больницы Были найдены Вот такие термоконтейнеры Такие контейнеры Могли использоваться Для перевозки Необходимых препаратов И растворов В которых должны были Храниться трансплантируемые органы В конце весны Начало В начале лета 22-го года Украина Когда уходила Города Менска Почему-то Массировано Начало лупить Вот по этому зданию Это морг городской Здесь они лежали Не то что в холодильниках Одна сабом Один на другом Очень много Очень много Говорили, что видели Даже какие-то машины Вроде как Скорая помощь Но какая-то Очень уж хитрая Которая достаточно часто Ездила в этом районе Были скорые Которые предоставлялись Зарубежными партнерами Украины Вот Они сопровождались В вооруженных охранах На бронемобиле И в данной скорой Вывезенного раненого бойца С поля боя Могли довольно быстро Разобрать по органам Вот такое Допустим Как печень Почки Могло быть Изъято на месте И Помещено в контейнеры И вывезено Для дальнейшей трансплантации Со слов военнопленных Вооруженных сил Украины На вот таких Бронированных автомобилях Перемещался Медперсонал Именно зарубежный Это немцы И поляки При виде такой машины У бойцов Сразу Это вызывало Чувство паники Потому что На этих автомобилях Приезжали именно Те люди Которые занимались Разбором Тяжелораненых бойцов На органы Также имеется Такой термин Как теплый контейнер Когда человек В тяжелом состоянии Находится Ему колется Сильное Обезболивающее Наркотическое И он довозится До определенного места Где находятся Центры по трансплантации органов В Украине Куда привозят бойцов ВСУ Это Краматорск Днепр А также Харьков Но не впервые Появляется информация О работе Чернстанта Трансплантологов На Украине Вблизи линии фронта Вблизи зоны Боевых действий Среди известных лиц Была такая Гражданка Нидерландов Элизабет Дебру Которой Приписывали Активное участие И в том числе И подбор кадров И сбор Самое главное Материала Человеческого Как это не жутко Звучит Причем были Совершенно страшные Подробности Еще из Мариуполя О том Что Находили там Здесь нашли Документы Контракты Где Бойцы ВСУ Соглашались На то Чтобы отдать Свои органы После смерти В Мариуполе На базе Красного Креста Были найдены В свое время Медкарты детей С пометками О состоянии Их внутренних органов О том Здоровы они Там Как в каком состоянии Причем Как и обращали Внимание Тогда Те кто нашел Документы Никакой информации О заболеваниях Детей не было Просто интересовало Состояние Органов И тогда же Об этом сообщал Наш Следственный комитет И все указывало На то Что охотились Буквально В смысле За человеческим Материалом Северодонецк Мариуполь Краматорск Другие направления И Были даже признания Публиковали их О том Что один из сотрудников СБУ Получал за Каждое тело 170 долларов Тело конечно Которое приносит Тот или иной орган Вот этим занимались На Украине Бригады Черных трансплантологов Конечно Вопрос Кто будет потом Рано или поздно Отвечать За все эти преступления И в какой форме Будет отвечать В том числе Кстати И за Вот эти Американские ракеты Которые сбили Ил-76 И кто дотянет Вообще До того момента Когда надо будет отвечать Потому что Сейчас обостряется Эта история С Зеленским И Залужным Через СМИ Продолжают На Западе Признавать Что Залужный Все-таки уйдет Уже более авторитетное Издание Нежели Те что были ранее СНН Канал целый Признал что Залужному осталось В буквальном смысле Несколько дней Правда Указание на то Что идет такая Внутренняя возня Активная Звучит в словах Советника главы Офиса президента Украины Подоляки О том что Зелезолужный Ну это всего на всего Менеджер Ничего страшного У нас есть Певная стагнация По линии фронта И безумовно Люди шукают Какие-то там Стагнация у нас на фронте Люди ищут информационные поводы Говорят он Чтобы получить хайп Давайте на все по-другому Посмотрим О чем дискуссия Для меня это вообще Все загадочно выглядит Это вертикаль президента Это менеджер президента Ну менеджер главнокомандующий Вот так сразу до уровня менеджера Понизил подоляк Залужного Ну как бы показывает Что вообще в принципе Ничего важного в Залужном нет Хотя конечно Наверное это не так Это указывает на попытку Ну как-то сбить этот накал Вокруг Залужного Который Получает сейчас Даже в отсутствии В своем Политические очки Хотя на самом деле Тут получается что Не Зеленский сливает Залужного А Запад сливает Зеленского Вот все эти ситуации Это рассуждение журналиста Аарона Матте На канале Судинополитана Вы знаете Не так давно В журнале Тайм Появилась статья на обложке И это тот же самый Журнал Тайм Который объявил Зеленского Человеком Года Еще в 2022 году Год спустя В этой статье Саймона Шустера В журнале Тайм Было взято интервью У группы помощников Зеленского Которые называли его бредовым Которые говорили Что он оторван от реальности Что он мессиан Которые говорили Что он не прислушается Голосу разума Когда им говорили Что они проигрывают И что это безнадежная битва Он не стал бы их слушать Не стал бы слушать Но по факту да Через хотя бы западные СМИ Все выглядит так Что Зеленского сливают Потому что Вся сама ситуация Для Запада Очень неприятна И ситуация То что Смог сделать Киев В благодарность За все эти миллиарды Патриоты И Джавелины Оборачивается тем Что сливают Предстоящие выборы Байдену Ну как тут действовать Как тут не слить И в конце концов Не убрать вообще С игрового поля Вот эти вот мешающие фигуры Такие как Зеленский Залужный Трудно сказать Кого можно предложить Взамен И уж конечно В этой возне Никто не будет думать Про то самое Пушечное мясо Которое Ну по факту Рано или поздно Подойдет к концу Оно фактически Уже закончилось Добровольного Точно нет Вот в соцсетях Публикуют это Любители тиктоков И бравых интервью На Украине Интервью с очередным Представителем ВСУ Пытаются понять Зачем вообще Они отправляют Так они и называют Цвет нации На ноль На убой Говорит На передке Никак не выжить Никто не выживает А как Есть какой-то сценарий Чтобы выжить А ли что тогда туда Посылают столько народа Наших лучших А лучших уже нет Все Они уже не живы Объясняет Это вот ВСУшник На самом деле Конечно Выжить можно Просто прекратить Воевать Сдаться Так быстрее Безопаснее Вот история Успеем Не знаю Авторемонтника Из ВСУ Сначала Крутил гайки Потом вообще Проспал Все на свете Ехал на работу Остановили автобус Притянули Военкоман Сначала Служил При военкомане